Игра в политическую чехарду Армении с постоянным, уже ставшим хроническим откладыванием решения по открытию Зенгизурского коридора, обросла новыми игроками и партиями. Вице-премьер Российской Федерации Алексей Аверчук заявил накануне в Ереване, что трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию коммуникаций в регионе успешно встречается и работает. По его словам, стороны настроены на деблокирование транспортных экономических связей в регионе, но вопрос о создании коридора через территорию Армении, который свяжет Азербайджан и Нахчеван, не обсуждается. Самое интересное, что эта игра смыслов российского чиновника по сути дублирует абсурдность заявлений премьер-министра Пашиняна. Тот тоже заявляет о готовности по разблокированию во всех направлениях, но исключает вероятность открытия транспортного коридора в Нахчеван. При этом вполне понятно, что говорить о возможности разблокирования коммуникаций в регионе, но отрицать при этом открытие Зенгизурского коридора – это все равно, что жонглировать взаимоисключающими понятиями, называть белое черным и наоборот. Обязанность открыть Зенгизурский коридор Армении прописана в соответствующем документе, и Азербайджан давно ясно дал понять, что не пойдет на односторонние уступки и дорогу Армении в Россию по своей территории запросто так не подарит. Чем тогда, какой логикой руководствуется российская и армянская сторона, говоря о том, что абсурдно и противоречиво изначально? Или это и вправду такая локальная игра, в подмены понятий, которая закончится ничем? Действительно, вопрос Зенгизурского коридора носит фундаментальный характер. Основные игроки политического плана в регионе это хорошо понимают. И здесь это вопрос обоюдоострый. Все осознают, насколько это необходимо Азербайджану и Турции. Об этом сказал в беседе с Минвалас, российский политолог и аналитик, директор филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Клочков. И это тот козырь, который, как я думаю, армянская сторона хорошо осознает и не хочет разыгрывать быстро. Она хочет, чтобы этот вопрос решался как можно дольше, чтобы была возможность разыграть какую-то более долгую и сложную партию, не используя Зенгизур. Поэтому мой прогноз в том, что армянская сторона будет затягивать, пытаться уходить от конкретного ответа и решения по этому вопросу, отметил российский политолог. Такая игра, по его словам, для Армении важна объективно, потому что после открытия Зенгизурского коридора, Ереван не сможет больше использовать эту карту, так как может делать это сейчас. Дальше они не смогут затягивать и выгадывать для себя что-то, говорит Клочков. На его взгляд, здесь стоит учесть существенный геополитический фактор. Значение Зенгизурского коридора весьма важно не только для Азербайджана, Турции и России. Это возможность открытия новых глобальных торговых путей. Тут могут проглядывать интересы Китая, а также целого ряда региональных и нерегиональных игроков. По словам Клочкова, понимая значение, всю важность этого вопроса, армянская сторона будет максимально осторожна и до самого конца торговать с Зенгизурским Джокером. Но тут ведь Армении тоже важно не переиграть, и вовремя остановиться, и возможно все-таки рано или поздно пойти навстречу, гарантировав себе что-то в обмен, продолжил российский политолог. И возможно, главной целью для Еревана, по его предположениям, является задача получения каких-то глобальных отступных и выигрышей в других направлениях. Это надо понимать, и как в любой игре, побеждать с соответствующей сноровкой, умением вести дипломатическую игру. Поэтому Азербайджану, думаю, стоит учесть такую возможную тактику Армении. Желание поиграть в долгую игру, в немалом смысле и на нервах Баку. Однако с учетом того, что в конечном итоге Еревану придется пойти на попятную. И потому хочется дать положительный прогноз для Азербайджана по этому вопросу. В конечном итоге открытие Зенгизурского коридора состоится с соблюдением интересов и преимуществ в Баку. Главное набраться тактического терпения, резюмировал наш собеседник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова